МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Встретили аншлагом. В Саранске выступил ансамбль «Донбасс». Всего в достатке. На предпасхальной ярмарке десяток яиц отборной категории шел по 55 рублей. Лучшие юные математики страны. Мордовия принимает финал Всероссийской олимпиады школьников. Ремонт дорог в разгаре. В Саранске работа кипит на проспекте Ленина. Глава Мордовии Артем Сдунов 18 апреля провел совещание с членами Кабинета министров, на котором обсудили программу действий правительства по реализации посланий главы Республики к Государственному собранию за первый квартал. О выполнении программы доложил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов. В плане на первый квартал 48 мероприятий, работа по ним идет в соответствии с графиком. Только по 5 пунктам отмечено отставание от сроков исполнения. Глава Республики остановился на каждом из них подробно. Один из важных вопросов – закредитованность Саранска. Напомним, в послании главой Мордовии поставлена задача утвердить программу оздоровления муниципальных финансов городского округа Саранск для обеспечения наращивания доходного потенциала и снижения долговой нагрузки. Еще одно значимое направление – сокращение числа объектов незавершенного строительства. В послании правительству поручено провести инвентаризацию, сформировать реестр и представить четкий план по работе с такими объектами. В их числе – лыжная база в селе Подлесная Тавла Качкуровского района. Артем Сдунов раскритиковал работу Минэкономики по данному объекту. Глава Республики поставил перед кабинетом министров задачу усилить работу по объектам незавершенного строительства. Также речь шла о подготовке мероприятий по благоустройству рекреационных пространств, включая водоемы для купания и рыбалки в районах республики. Благоустройство таких зон планируется осуществить с привлечением федеральных мероподдержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В адрес Ростуризма у Республики направлен пакет заявок на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма, в том числе на благоустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, приобретение туристского оборудования. 5 апреля в адрес Ростуризма нами направлен пакет заявок на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма. Так, на благоустройство пляжей вышеозвученных мы заявили потребность 60 миллионов рублей, на развитие инфраструктуры национального маршрута ЗОВ-ТОРВА – 15 миллионов рублей, Создание модульных некапитальных средств размещения 51 млн. рублей. И на приобретение туристического оборудования 32 млн. рублей. Также нами была подана заявка на выделение 70 млн. рублей дополнительно на создание модульных некапитальных средств размещения. Под все заявки предварительно определен перечень приоритетных площадок в районах республики, а также потенциальных инвесторов. Общий объем средств, которые планируется выделить на данное направление, более 220 млн. рублей. Кроме того, на совещании обсудили выполнение мероприятий в рамках реализации пятилетней индивидуальной программы социально-экономического развития Мордовии. Напомним, до 2026 года республик ежегодно будет дополнительно выделяться по 1 миллиарду рублей из федерального бюджета. В том числе реализация программы позволит перезапустить производственные мощности завода «Лисма», создать на его базе промышленный парк. Также запланировано докапитализация республиканских фондов развития промышленности и поддержки предпринимательства. Развитие ТОСР «Рузаевка» и создание научных лабораторий на базе Мордовского госуниверситета. В общей сложности программы действий правительства республики на 2022 год по реализации послания главы Мордовии предусматривает более 500 мероприятий. Контроль за их выполнением будет осуществляться в постоянном режиме. Концерт «Дружбы» — серия благотворительных выступлений мастеров песни и танца с Донбасса. Заслуженный ансамбль с одноименным названием вот уже месяц гастролирует по России. 15 апреля на сцене Республиканского дворца культуры артисты выступили совместно с ансамблем «Умарино». Вместе с другими жителями республики гостей встречал глава Мордовии Артем Сдунов. Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Казань, Новосибирск и многие другие города либо уже успели оценить мастерство ансамбля «Донбасс», либо только готовятся ко встрече с ним. А 15 апреля такая возможность представилась и саранской публике. Зрители смогли познакомиться с богатой культурой и ярким творчеством края, в котором живут представители ста народностей. Выступает ансамбль с Донбасса. Мне хотелось бы послушать, вот мы с подругой пришли, хотелось бы послушать, значит, как они поют, что они хотят нам предложить, что выразить своими песнями. Особый интерес вызывают так называемые концерты дружбы, совместные выступления ансамбля и ведущих профессиональных коллективов России. Так в Мордовской государственной филармонии Донбасс разделил сцену со звездами Саранска, национальным ансамблем у Марина. Наши артисты открыли концерт. В этот же день в Саранске состоялось выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации. В Мордовии побывала делегация во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. В качестве культурного досуга гости по приглашению главы республики Артема Сдунова посетили концерт ансамбля. Краткие пребывания настолько насыщены здесь гостеприимством, теплотой, душой, что, я думаю, и сегодняшний вечер, сегодняшний концерт нам придаст эмоции, позитива, оптимизма. Мы все вместе, мы сплоченные, мы победим. Глава Мордовии подчеркнул, такие концерты способствуют обмену культурным опытом и единению двух народов. Очень приятно видеть полный зал. Мы соскучились по таким мероприятиям. Для нас это действительно живет у нас, мы хотим собираться, у нас большая общность, у нас большая дружба, у нас интернациональная республика. Поэтому, когда приезжают наши братья из Донбасса, мы, конечно, с удовольствием ждем, ждем нас, ждем впечатлений. Позитивных эмоций. Когда у Марина с успехом продемонстрировала мордовский колорит, сценой и вниманием зрителей безраздельно завладел ансамбль «Донбасс». Свою программу он начал с хореографического номера «Донбассские парни». Он языком танца рассказывает о тяжелом шахтерском труде. Зрителям особенно запомнились яркие номера моряки Азовской флотилии, казачий пляс как за кальмиус рекой и проникновенные вокальные композиции в исполнении Виктории Струковой, Евгения Васькина и других. От главы Мордовии коллективу в лице художественного руководителя Ольги Горячевой были вручены благодарственное письмо и букет цветов. Она особо отметила внимание гостеприимства по отношению к артистам. Это волнительно. И, конечно же, от всего коллектива хочу поблагодарить всех вас, от руководства региона и вас, дорогие зрители, за то, что так приняли. Надеюсь, что сегодняшний день станет началом очень большой и теплой дружбы на долгие-долгие годы. В этом году в октябре ансамблю «Донбасс» исполнится 85 лет. После этого гастрольного тура по России, который завершится в Сибири, в Москве на свой юбилей артисты представят новую концертную программу «Донбасский характер». Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости. Регион 13 встречает гостей. Подростки со всей России съехались в столицу Мордовии. И это не просто так. Их ждет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Торжественное открытие прошло в минувшее воскресенье 17 апреля в Республиканском дворце культуры. Мордовия часто становится площадкой для масштабных мероприятий. Вот и на этот раз в регион 13 приехали 455 школьников из 73 субъектов России и федеральной территории Сириус. Все они участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. И лучшие знатоки королевы наук в своих регионах. Это предмет, который мы хотели, чтобы на территории Республики прошла эта олимпиада. Потому что есть у нас некоторые вопросы по математическому блоку, по развитию математического блока. И поэтому члены жюри проводили мастер-классы. И вообще для нас, для наших учителей, и вообще для Республики это очень значимо. Участники – ученики старших классов. У всех школьников за плечами долгая и упорная подготовка. Каждый углубленно изучал эту точную науку не год и не два. Школьники из Мордовии к олимпиаде готовились не менее упорно, чем их соперники. Математикой я занимаюсь с седьмого класса, когда поступил в наш лицей. Здесь у нас есть ежедневные дополнительные занятия после уроков. Но так-то математикой я еще и занимался до поступления самостоятельно. Также еще ходил в кружок при МГУ Горева. Считаю то, что нас довольно хорошо подготовили к заключительному этапу. У нас были сборы с Дмитрием Юрьевичем Кузнецовым. Мы работаем с очень хорошими преподавателями. Математические олимпиады – один из самых важных и сложных видов научных состязаний. Для успешного прохождения испытания одних знаний мало. Важно уметь мыслить аналитически. А кроме того, иметь природную склонность к изучению точных наук. В математике, в отличие от каких-то других дисциплин, решающую роль играет не энциклопедичные знания ребенка, а его способности, талант. Потому что мы каждый год в обязательном порядке даем абсолютно новые задачи, с абсолютно новыми идеями. И поэтому только тот, кто наиболее способен, он может успешно выступить на Олимпиаде. Торжественное открытие заключительного этапа состоялось в Республиканском дворце культуры. В церемонии приняли участие почетные гости. Концертную программу подготовили особую, с мордовским колоритом. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конкурсные испытания начинаются уже 18 апреля и завершатся 25 числа. Проходить заключительный этап будет на базе Мордовского государственного университета. В свободное же время школьники успеют познакомиться с Саранском. Их ждет экскурсия по городу и посещение музеев. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости. Яйца, сахар и мясо на предпасхальной ярмарке. Торговые ряды развернули на привычных местах 16 апреля. Одна из площадок расположилась в пролетарском районе Саранска. Там побывали и готовы поделиться подробностями Ирина Суконкина и Владимир Надькин. Для большинства покупателей посещение предпасхальной ярмарки – добрая традиция. Ведь главный праздник православных христиан не за горами. Продукты предлагаются самые свежие и, что немаловажно, доступные по цене. Самые продаваемые продукты – сахар и яйца. Цены радуют. Десяток яиц отборной категории обошелся всего в 55 рублей. А сахар продавали по 65 рублей за килограмм. Чуть меньше очереди за свежим мясом и рыбой. Килограмм говядины и свинины обошлись в 300 и 170 рублей. Помимо этого пользовалась спросом мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты. Мясные деликатесы, колбасные, макаронные, кондитерские изделия, зерно, овощи и многое другое. Все местного производства, а значит, качественное. Содержание крахмала, хороший картофель. Вот, показываю. Не все знают. Смотрите. Видите, даже не падает. Любой. Здесь все одинаково. Любой. Хоть большой, хоть маленький. Весь чистый картофель. Чамзинский район. Свои товары на ярмарку привезли сельхозпредприятия 13 районов республики, Октябрьского района, городского округа Саранск, а также индивидуальные предприниматели. Широкий ассортимент продукции и низкие цены не могли не радовать покупателей. Настроение у горожан отличное. Порадовала и погода. Цены хорошие. Все вкусное. Все для нас, конечно, сделали очень хорошо. Уже накупили полные пакеты. Спасибо, что вот приехали, сделали такую хорошую ярмарку. Как не любить, все маленько подешевле. А это насчет кошелька-то очень много важен. Рыбу купили, местные продукты, колбасы, сыры, яблоки купили. Ну, все, что нам захотелось, мы все купили. Все хорошо. Теперь будем есть вкусно. Яичек купили, уже домой отнесли. А вот сахар купили, все вот это сами. Вон еще пакеты, вон там, чего-нибудь. Как цены? Да, немножко ниже, чем в магазинах, это самое. Нормально. Все нужное к празднику купили. А чтобы доставка не стала проблемой, в начале торговых рядов ожидали микроавтобусы. Транспорт по северо-западу Саранска курсировал бесплатно. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости. Школа в селе Булгакова Качкуровского района нуждается в капитальном ремонте. С такой просьбой на одном из приемов граждан к депутату Госдумы от Мордовии Юлии Оглоблиной обратились родители учащихся. Во время рабочей поездки в муниципалитет народный избранница посетил учебные заведения, чтобы лично оценить состояние храма знаний. Школа в селе Булгакова – это филиал Качкуровской средней школы. Свою историю этот храм знаний ведет с 1975 года. Сейчас здесь учатся 45 учеников. К образовательному процессу вопросов нет, а вот состояние здания вызывает у родителей возмущение. Необходим капитальный ремонт. С таким пожеланием они пришли на один из приемов граждан Юлии Оглоблиной. Депутат приехала в Булгакова, чтобы лично оценить ситуацию. Для нее организовали экскурсию, рассказали. В этом году поменяли все окна на пластиковые. Но проблемы, конечно же, есть. Ну, школа, как сказать, в плохом состоянии, это тоже нельзя сказать. Во-первых, чисто, уютно. Ну, да, школа чуть-чуть есть, проблемы с крышей. Протекает к крышам, потому что мягкая кровля. Ну, его надо, я согласен, ремонтировать. Косметический ремонт здесь проводят ежегодно, но сейчас, считают педагоги и родители, пришло время глобального обновления. Капремонт планировали провести в рамках программы ремонта школ, которая инициирована президентом страны. Зрявку уже подали, но она не прошла. Дело в том, что в здании школы сейчас находятся и другие учреждения. Почта, администрация, Дом культуры. Этот нюанс ключевой. Программа рассчитана исключительно на образовательные центры. Юлия Глоблина отметила, проработает с Министерством просвещения России вопрос о пересмотре программы. В первую очередь нужно расширить, потому что еще отдельно что-то придумать, я думаю, нецелесообразно. Надо просто включать в эту программу и сделаю все, конечно, чтобы эта школа попала под капитальный ремонт, потому что если этого не сделать, то придется школу закрывать и возить в другой населенный пункт. А это ни в коем случае нельзя допустить, потому что село живет, когда есть школа в первую очередь. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Качкуровский район. Паводок в Русском Маськино – дело практически привычное. Каждую весну Мокша выходит из берегов и затопляет прибрежную зону. Под водой оказывается мост, соединяющий две половины одного села. Как сегодня обстоят дела в Русском Маськино, расскажет Анастасия Целигина. Подтопляемый автомобильный мост в Русском Маськино паводковые воды затапливают ежегодно. Для сельчан такой каприз природы уже давно не сюрприз. Жители отмечают удобство низководного моста, ведь еще несколько лет назад его приходилось разбирать и собирать вручную. Здесь мост, такой замечательный мост, конечно, сделали. Он подтопляемый, сейчас он под водой. Сейчас вода стоит на месте, не уходит, не приходит. Но будет убавляться, и мост появится. Здесь мост, то есть по мост будем ездить. Раньше тут мост всегда строили, деревянный мост всегда был. Его ломали перед тем, как перед паводком, когда еще лед, мы его сламывали. Собирали доски, все-все-все выламывали. А когда вода уходила, то есть были видны сваи, мы его заново восстанавливали. Сейчас перебраться с одного берега на другой можно на лодке. В селе работает переправа. Ее график выстроен в соответствии с работой разных учреждений и расписанием автобусов. У нас автобус с райцентра приходит там три раза в день. И вот в связи с этим мы согласовали график. С шести до восьми, потом там в обед. У нас тоже приезжает газель с Краснодаром тоже в обед, чтобы она приходила там с двенадцати до четырнадцати. И вечером. В период разлива вода в русском Маськино обычно стоит две-три недели. По данным МЧС и Упердора региона, ее уровень не прибавлялся уже около недели и пока сохраняется на отметке 4 метра 40 сантиметров. Однако спокойно Мокша ведет себя не везде. Количество подтопленных территорий увеличивается. Так, в ночь на 18 апреля лодочное переправа и дежурство спасателей были организованы в деревне Лаушки, все того же Краснослободского района. Здесь отрезанными оказались 24 человека, из которых четверо – дети. В целом же паводковая ситуация в республике стабилизируется. По информации Управления автомобильных дорог, количество затопленных низководных мостов уменьшилось. На 18 апреля их осталось 13. Анастасия Целигина, Максим Бекеев, Народные новости, Краснослободский район. Весна, время перемен и благоустройство. Благоприятная погода – главный фактор для старта сезона дорожных работ. В этом году в Саранске планируют отремонтировать не менее 26 дорог. В эти дни в самом разгаре работы на участке от улицы Полежаева до Александровского шоссе. Юлия Мамаева и Александр Овчинников побывали на месте ремонта и готовы рассказать подробности. Участок от улицы Полежаева до Александровского шоссе – один из самых оживленных в Саранске. Именно поэтому отремонтировать дорожное полотно на нем было принципиально важно. И вот 11 апреля работы начались. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в действии. Протяженность участка – 2 километра 200 метров. Каждый день с самого утра и до вечера дорожники трудятся на объекте. Проспект Ленина преображается на глазах. За неделю уже успели завершить некоторые из этапов ремонта. Дополненная работа по фрезерованию верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия. Затем будет выполняться укладка в равническое слое. А зачем будет выложен верхний слой асфальто-бетонного покрытия. Также сейчас выполняются работы по замене бортовых камней на проезжей части. Также помимо строительства асфальто-бетонного покрытия дороги планируется выполнить нанесение дорожной разметки, установки дорожных знаков и уличного освещения. Сейчас на объекте трудится порядка 20 человек и 5 единиц техники. Но в дальнейшем, в зависимости от объема работы и поставленных задач, это количество будет меняться. Завершить ремонт участка от Полежаева до Александровского шоссе планируют до 31 июля этого года. Всего же в этом году в столице Мордовии планируют привести в порядок не менее 26 дорог. Часть из них благодаря профильному нацпроекту. Это дороги по улицам Грузинская, Федосеянка, Косарева, Юртова и Фурманова. Кроме того, по поручению главы республики Артема Сдунова из Дорожного фонда Мордовии выделено более 156 миллионов рублей, которые также направят на ремонт дорог. Юлия Мамаева, Александр Овчинников, Народные новости. К весенним праздникам будут готовы. В Ковылкинском районе прошли массовые субботники. Жители ответственно подошли к большой уборке. Кроме того, начались также репетиции к предстоящему важному празднику – ко Дню Победы. Жители Ковылкинского района, в том числе и учащиеся образовательных учреждений, активно включились в уборку территорий вместе с сотрудниками учреждений культуры и здравоохранения. Погода к большой уборке располагала, снег окончательно сошел и не мешал приводить город в порядок. Общими усилиями очистили не только улицы, но и общественные места – городской парк и молодежный сквер. Светлую Пасху Ковылкина встретит чистым и уютным. Готовится в муниципалитете и к другому предстоящему празднику – ко Дню Победы. В этом году, в отличие от прошлых двух, празднование пройдет в очном формате. У здания городского дворца культуры уже начали устанавливать сценическую площадку, а школьники и студенты приступили к репетициям. За мир без нацизма – именно так называется театрализованное представление, которое 9 мая смогут увидеть жители района. 16 апреля в Саранске прошел традиционный фестиваль Макшанской и Эрзианской эстрадной песни «Одвей». Он был посвящен Всероссийскому дню мордовских языков и собрал десятки исполнителей из разных уголков республики. Родные напевы в традиционном и в новом прочтении. Национальный колорит остается актуальным во все времена, и фестиваль мордовской песни «Одвей» тому подтверждение. Десятки коллективов из разных уголков республики участвовали в отборе, который прошел в два этапа. В программу «Гала» концерта включили более 20 самых ярких номеров. Многие исполнители фестиваля участвуют на протяжении долгих лет. Первое мое выступление было в 15 или 14 лет, где-то так. Ну, конечно, это еще такой подростковый возраст, когда я был не особо уверен, но, тем не менее, это был опыт. Вот сейчас, конечно же, я набрался опыта, отучился, поставил голос. И сейчас уже смотришь на это по-другому, и смотришь на других участников, молодых, которые, ну, и представляешь себя в то время. Для каждого артиста важно сохранить родной язык и родную культуру. В своих городах и селах они стараются привлечь внимание к национальным особенностям Макшан и Рзян. Кто-то пытается осовременить известные песни, а кто-то пишет новые. Песню представляю собственное сочинение, аранжировка Дмитрия Четыркина. Эту песню я написал, можно сказать, давно, можно и не сказать, не недавно, но на широкую публику она была представлена только на телевидении, а сейчас я буду представлять ее уже на таком фестивале. Это очень такой значимый фестиваль для нашего региона и вообще для культуры Макшанской, Рязянского народа, Мордовского. Это хорошее дело, хороший фестиваль. В фестивале приняли участие как профессиональные артисты, так и любители. И те, и другие выступали на равных. Ведь главное в Мордовской песне не академические навыки, а душа. В этом году оценивали мы так, что, например, как было раньше, допустим, смотрели профессиональные артисты, он или непрофессиональный, самодеятельный. Мы в этом году смотрели так, что человек поет, грамотно поет, значит, он и лауреат, если все у него хорошо. И хотя победителей и лауреата фестиваля жюри выделила, здесь не было проигравших. Каждый пришел сюда не за наградой, а по зову сердца и от любви к малой родине и ее колориту. Выйти на сцену и рассказать на языке, что вы чувствуете, о любви, о переживаниях, это очень сложно. И в то же время я увидела, что вам это удается, потому что у вас такая любовь к тому, что вы делаете. И хочу сказать, что язык мордовский, какой он красивый. А люди, которые о нем говорят, сколько там энергетики и сколько желания донести. Светлана Баулина пообещала, что УДВИ будет развиваться и расширять географию. В рамках фестиваля «Шумбрат», который пройдет в июне, состоится межрегиональный фестиваль современной национальной песни. Те, кто сможет там себя проявить, станут частью этноэкспедиции «Волга. Река мира». Ирина Семенова, Народные новости. Большое искусство заглянет в отдаленные районы Мордовии. И это стало возможным благодаря проекту «Театральный хоровод», который в этом году реализуется на территории Республики Российским фондом мира совместно с Государственным русским драматическим театром. 18 апреля на пресс-конференции организаторы рассказали о том, что уже сделано. Проект «Театральный хоровод» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В январе этого года была подана заявка, а уже 31 марта он стал одним из победителей грантового конкурса. Его цель – приобщение жителей Мордовии из отдаленных районов Республики к театру. Почему именно хоровод? Потому что хоровод объединяет и идеи, и движение. Этот грант объединяет общие идеи, идеи на духовно-нравственного и патриотического воспитания. И, естественно, объединяет движение, движение по нашим замечательным районам Республики, в котором поставлены и работают современные дома культуры. В рамках проекта актеры драм-театра посетят 15 районов Республики, в том числе и самые отдаленные из них. Если раньше артисты не имели возможности сыграть для зрителей дубенок и зубовые поляны, то сейчас оба района включены в программу гастролей. Всего актеры везут 9 спектаклей из русской и советской классики, а также отдельную программу для детей. В первую очередь, конечно, здесь присутствует Гоголь, это Мертвые души, Грибоедов, Горе от ума, Горький, Васса, советская классика, Старший сын, это Разумовская, дорогая Елена Сергеевна. Первые спектакли уже прошли. Тур актеров драм-театра начался 12 апреля в Старошайговском районе. Также они успели побывать в Атюрьево. Публика приняла артистов радушно и просила приезжать еще. В планах 26 апреля выступить на сцене Дворца культуры Отяшево, а уже в мае заглянуть в Дубенки и в Тенгушевский район. Все спектакли доступны по Пушкинской карте. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости. 17 апреля на стадионе Мордовия-Арена вновь сыграли в регби. В рамках второго тура, второго этапа чемпионата России, пензенский локомотив встретился с московской славой. Подробный обзор этой игры от Ирины Семеновой и Александра Овчинникова смотрите прямо сейчас. Погода в Саранске дождливая и холодная, вот на Мордовии-Арене сегодня будет жарко. Здесь опять играют в регби. Локомотив Пенза на этот раз встретился с московским клубом «Слава». Эти два соперника уже встречались в первом круге. Тогда москвичам удалось одержать верх. По состоянию на 17 апреля до начала игры «Слава» занимала вторую строчку турнирной таблицы. Локомотив же пятую. У хозяев в ответ на матч и было преимущество. Неделю назад железнодорожники сыграли в первом туре с ЦСКА. И хотя та игра была достаточно неровной, сыграли успешно. К тому же было время провести работу над ошибками. В первом круге проиграли этой команде на последних минутах. Сегодня, конечно, эта игра поэтому нужна была для того, чтобы набирать свои нужные очки. Потому что у нас впереди еще важные игры. И это с Красным Яром и Санисеем. Поэтому сегодня нужно было добирать здесь очки. А тем более в Саранске мы играем в домашний стадион практически для нас. «Слава» же свой путь по второму этапу чемпионата с этой встречи только начинала. «Локомотив» стартовал уверенно. На 12-й минуте капитан Пензисов Сергей Янюшкин открыл счет, исполнив штрафной. Спустя 4 минуты от него же последовал еще один точный удар. «Слава» все же начала уверенно очки отыгрывать. На 21-й минуте Борис Концелидзе успешно пробил ответный штрафной. На 34-й минуте наконец разыграли «Мол» и Георгий Чкоридзе положил первую попытку в игре. Пять минут спустя форварду «Локомотива» ответил хукер «Слава» Сергей Шлиенков, который занес мяч в зачетку и отыграл назад пять очков. Следом реализацию исполнил Борис Концелидзе и счет почти сравнялся. На перерыв ушли с результатом 11-10. «Игрой я вообще доволен. Мы самодачей ребят, как мы действовали в защите. Где-то это вот желание, сверхжелание, скажем так, мы из-за этого допустили ошибки, которые в первом тайме соперник нас догнал. Во втором тайме мы поговорили в перерыве, в втором тайме убрали эти ошибки, хотя тоже не без греха прошел второй тайм». Второй тайм действительно начинался непросто. В самом его начале штрафной точно исполнил Борис Концелидзе. Однако вскоре москвичи допустили грубую ошибку, и хозяева заработали штрафную попытку, подарившую «Локомотиву» целых семь очков. На 63-й минуте мяч в зачетку с подачи Реваза Братзеля занес фланкер железнодорожников Алексей Башев. Реализацию точно исполнил автор важного паса. На табло засветился счет 25-13. С этим показателем матч и завершился. «Нервы не выдержали у моих игроков, и на последних 20 минут они отпустили игру из рук. До этого все шло нормально. Это спорт, это игра. Научимся. Мы сейчас проходим тяжелый момент, и я думаю, что мы выкрутимся». Ирина Семенова, Александр Овчинников, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.